Заседания рабочей группы по координации взаимодействия Белоруссии и Москвы проходят регулярно. В этот пятый раз участников мероприятия принимал город над Бугом. Подобные встречи в числе прочих мер оказывают свое положительное влияние на товарооборот. По итогам 2017 года его цифра составила 6,7 миллиардов долларов, что на треть больше, чем годом ранее. Если сравнить результаты 2017 года по сравнению с 2016 годом, то у нас рост товарооборота между Москвой и Республикой Беларусь более чем на 28% увеличилось. И составляет порядка 6,7 миллиардов долларов США. Поэтому это хорошая динамика. Если хотите узнать, кто больше покупает, кто больше продает, покупаем больше мы, где-то на 4 с лишним миллиарда долларов, а вы покупаете где-то на 2,2 и 100. В числе участников встречи представители министерств и ведомств, отвечающих за сельское хозяйство и промышленность предприятий, а также вертикали власти. Не только Брестского региона, но и Могилевской области и города Минска. Всего у Москвы подписаны соглашения о сотрудничестве с пятью регионами республики. И у этих документов есть немало подкреплений в виде реальных проектов. Мы начинали взаимодействие с городом Могилевым еще в 2001 году. И дальнейшее сотрудничество мы проводили встречи с ветеранами. Первый наш проект, такой серьезный, большой и глобальный, это благоустройство московского дворика в городе Могилеве. Но нельзя забывать, что город Могилев тоже вышел с инициативой и благоустроил Могилевский дворик в городе Москве. Важнейшая тема повестки заседания – подготовка проекта программы по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудничества на 2019-2020 годы. Сегодня один из этапов, наверное, практической части обсуждения тех проектов, которые будут, возможно, подписаны на уровне глав государств и, возможно, как раз таки осуществлены в рамках развития двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Я уверен, что на ближайшие два года мы подпишем еще новую программу, которая как раз таки будет наполнена не только программой, как относительно, наверное, субъекта хозяйства города Минска, но как раз таки мы охватываем всю республику, мы приглашаем и обл. исполкованных. Подготовка белорусско-московских мероприятий на второе полугодие 2018 и 2019 годы также оказалась в центре внимания. В списке очередное заседание по координации взаимодействия «Дни Москвы», а также совместное мероприятие на пятом форуме регионов России и Беларуси. Последний состоится в Могилеве в конце сентября. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ.